МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Социальная газификация продолжается на территории округа. Будет один дом подключен, объем работ протяженность 120 метров. День открытых дверей Дворца культуры города Видное прошел в Центральном парке. Проводим мероприятия с целью популяризации наших учреждений культуры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Видновском парке Опаренке в рамках областного марафона прошли соревнования по северной ходьбе. В них приняли участие более сотни представителей старшего поколения Ленинского городского округа. Кто из них оказался, самым быстрым расскажем в сюжете. Погода, как по заказу, солнечная, теплая, с легким ветерком. До старта совсем немного. Организаторы уточняют списки участников и раздают номера. Соревнования по северной ходьбе в рамках масштабного областного марафона были организованы на территории парка Опаренке. Стать участником большого спортивного мероприятия могли женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Я всем желаю дойти до финиша. Не надо никуда торопиться. Надо только получить колоссальное, абсолютное удовольствие от этого летнего утра, от того, что мы вместе. И есть такая возможность. Ею надо пользоваться. В марафоне приняли участие более 100 человек. Спортсменам предстояло пройти дистанцию в 3 километра. Основные правила – не бежать и не забывать про палки. Они должны помогать при ходьбе. Просто нести их было нельзя. Победить я не хочу. Я хочу просто поучаствовать. Я всегда за выступления массовые и одиночные. Это очень интересно. Адреналин такой появляется. И есть стимул, к чему стремиться. Первыми стартовали мужчины, далее – женщины. Дамы были разделены на две возрастные группы. Во время марафона участников сопровождали волонтеры. У нас пойдет три колонны поэтапно. И в сопровождении у нас будет от двух до четырех волонтеров у каждой колонны, которые на связи на всем протяжении маршрута. Людмила Ковальчук занимается этим видом спорта уже 4 года. Дистанцию планируют пройти как можно быстрее. И показать при этом лучшую технику ходьбы. Нравится ходить на занятия, активное. И себя хорошо чувствую. Стоит отметить, что большая часть спортсменов – участники программы «Активное долголетие». Мы настраиваем и готовились эту неделю. Учились правильно, какие еще отрабатывали моменты, чтобы идти правильно, чтобы быстро и чтобы на время. Вот мы готовились. После прохождения дистанции участники оценили качество трассы, отметили, что без ежедневных тренировок одолеть такое расстояние было бы непросто. Дистанция на лыжах бегал здесь все время. А знакомая дистанция. По итогам соревнования победители и призеры были определены в нескольких категориях. Все участники получили медали и подарки. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. По поручению президента страны Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Активные работы ведутся на территории Ленинского городского округа. Еженедельно газовую трубу проводят к нескольким домам. В настоящий момент работы ведутся на территории поселка Мещерина. Отличительная особенность программы социальной газификации – жители не платят за прокладку трубы до границ участка. Все расходы берет на себя Мособлгаз, который заключает договоры на выполнение работ с подрядными организациями. Пока в поселке Мещерина планируется подключить только один дом. Но впоследствии провести газ в свои жилища смогут и другие граждане. В подключении к этому газопроводу будет один дом подключен, объем работ протяженность 120 метров. Сейчас крайняя точка у нас получается – дом, который получил нулевые технические условия. Впоследствии к этой трубе могут подключиться другие дома. Чтобы провести газ уже на свою территорию и в дома, гражданам будет необходимо заключить договор с организацией, которая имеет лицензию на проведение подобных работ. Пользуясь тем, что установилась подходящая погода, подрядчики стараются охватить как можно больше объектов, стоящих сейчас в плане по газификации округа. По примерным подсчетам – порядка 35 домовладений. Недавно мы делали подобную работу в деревне Калиновка, тоже Ленинского городского округа. Сейчас у нас несколько адресов Мещерина и деревня Петрушина. Подать заявку на участие в программе и получить дополнительную информацию все желающие могут на официальном сайте mosoblgas.ru и по телефону 8 800 100 75 75. В деревне Горки в мае приступили к установке новой современной детской площадки. Малые архитектурные формы, качели и другие элементы будут выполнены в едином космическом стиле. Проверить, как продвигаются работы и поговорить с жителями, приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. По сути, это единственное место в деревне Горки, где ребятня может порезвиться. Когда-то здесь была как спортивная, так и детская игровая зона. Но они с течением времени пришли в негодность и были демонтированы. Здесь были качели, песочницы здесь были, вот такие вот качалочки. А здесь был тренажер. Мы занимались и с ними, и я с ними занималась тоже на тренажерах. А потом вот она у нас давно уже, эта площадка была. А теперь вот нам решили сделать более лучшую площадку. В мае в Горках приступили к установке новой современной детской игровой зоны площадью 450 квадратных метров. В данной площадке появятся различные малые хритектурные формы для детей различного возраста. Тематика, которая выбрана на площадке, это у нас космос. Данную площадку согласовали именно по мафам по размещению с жителями деревни Горки, которые одобрили, которые подтвердили, что они готовы участвовать в этом проекте. Детскую площадку устанавливают за счет областного бюджета. Проверить ход работы, поговорить с жителями. В деревню Горки приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Тут еще желательно повесить камеры, потому что тут у нас бардак идет. Обязательные условия освещения, которые здесь вот вы поставили. Да, потому что без камер тут нельзя. Жители попросили также установить навес над песочницей, чтобы можно было спрятаться от палящего солнца или внезапного дождя. А также напомнили, что давно мечтают о появлении в деревне фельдшерско-акушерского пункта и Дома культуры. Народный избранник обещал учесть все пожелания. В этом году губернаторские площадки, большие, современные, безопасные, будут размещены в Ленинском городском округе. Одна из них в Горках, вторая в Саврасово. Вот сегодня мы в Горках посмотрели, жители сейчас пришли, все довольны. Есть, конечно, небольшие замечания. Добавить крышу над песочницей, вот такого плана, кое-где ограждения. Но это все в процессе эксплуатации, конечно, будет поправлено. Завершить работы подрядчик планирует до 1 июля этого года. В дальнейшем за счет муниципального бюджета рядом установят спортивную площадку для подростков и взрослых. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. День социального работника отметили в стране 8 июня. В свой профессиональный праздник соцработники Ленинского городского округа встретились в историко-культурном центре, чтобы получить заслуженные награды и пообщаться с единомышленниками. Их работа – помогать. Помогать тем, кто остался один. Решать не только бытовые проблемы, но и быть другом. Давать эмоциональную поддержку пенсионерам, детям, беженцам и другим людям, попавшим в сложную ситуацию. За непростой и благородный труд социальных работников округа поблагодарили представители Московской областной думы и администрации муниципалитета. Люди, которые получили в своей профессии диплом социальной работы, каждый день, выходя на работу, оказывая ту самую заботу, должны под каждого конкретного человека, его судьбу и, самое главное, его проблемы – своим сердцем протарить путь в единственно верную технологию. Наверное, случайных людей в вашей профессии нет, и они просто не могут там подержаться. Времена у нас непростые, сложные. Простых, да, у нас никогда и не было. А сейчас становится еще сложнее, в связи с известными событиями, о которых вы знаете. Поэтому людей, которым требуется помощь, становится не меньше, а может быть и больше. И то, что вы делаете – это очень большое и важное, и нужное дело. Случайных людей в этом зале действительно нет. Кто-то еще в школьные годы твердо решил его призвание – помогать. А кто-то пришел к этому значительно позже. Например, Юрий Лоскутов – один из немногих мужчин в этом зале. Трудится в островском психоневрологическом интернате больше четырех лет. До этого был военнослужащим и даже открывал свой бизнес. Рассказывает, в новую профессию пришел уже в осознанном возрасте по зову сердца. Наверное, сердце подсказало, что наконец-то надо помогать людям, а не только заботиться о себе, но и что-то отдавать людям. Эту работу надо кому-то делать. И это очень важно, потому что заботиться о тех людях, у которых не осталось ни родственников, ни знакомых. Это довольно-таки сложно с этим, но справляемся, стараемся. За сложные труды «Доброе сердце» Юрий Лоскутов и десятки других социальных работников получили почетные грамоты, благодарности и награды Московской областной думы, главы муниципалитета и Совета депутатов округа. Кроме того, творческие коллективы города подарили труженикам социальной сферы праздничный концерт. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ В преддверии празднования главного государственного праздника Ленинское отделение партии «Единая Россия» запускает серию патриотических акций в муниципалитете. Так, сторонники «Единой России» и активисты «Молодой гвардии» в центре Видного раздали воздушные шары в цвет российского флага и ленточки-триколор, символизирующие национальные единения и будущее народа великой страны. Более 150 шаров и ленточек вручили единороссы-видновчанам, поздравив с главным праздником страны. Акция продолжится и в других частях муниципалитета. Планируется раздать более 700 бело-сине-красных шаров и лент. В Центральном парке отдыха города Видное состоялся День открытых дверей Дворца культуры. Сотрудники учреждения познакомили гостей со своими услугами. Записаться в тот или иной кружок можно было прямо на месте. Подробнее о мероприятии расскажет Юлия Пагасьян. Это уже второе мероприятие из цикла «Искусство в парке». До этого своеобразный День открытых дверей провели сотрудники детской школы искусств города Видное. Теперь свои услуги представили Дворец культуры и Историко-культурный центр. «Проводим мероприятия с целью популяризации наших учреждений культуры, чтобы люди, жители нашего города знали, куда привезти ребенка, прийти самим. Привезти, может быть, бабушку с дедушкой, потому что очень большое значение уделяется людям золотого возраста. И для них очень много всего интересного». В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» здесь, в Центральном парке, работали мастер-классы для пожилых людей. Представители клуба попытались наглядно продемонстрировать, каким интересным может быть досуг у пенсионеров, если они присоединятся к проекту. «Мы будем делать из трофейных горшочков такую типа вазочки, и она будет грунтованная. И я также предложу сделать из обычной крафт-бумаги саше». На сцене в этот день выступали лучшие творческие коллективы Дворца культуры. В «Зеленой зоне» мастер-класс показывали воспитанники спортивного клуба «Ступени». В процессе мероприятия многие из гостей уже определились с выбором занятий для своих детей. Другие просто наслаждались концертом. «Я у него поспрашиваю, что ему больше понравилось. Но мне кажется, что ему рисование понравилось». «Все было так хорошо, что даже я обрадовалась». Записаться в кружок или студию можно было прямо на месте. Специалисты консультировали гостей мероприятия о расписании занятий и условиях участия. Юлия Пагасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Мы желаем вам удачной пятницы. На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч в эфире. Продолжение следует...